Всем привет! Сегодня будет обещанное видео с покупками. Масмаркет, мидл, люкс, всего понемножку сегодня. Давайте начинать! Так, начну я, пожалуй, с самого свежего. Буквально вот вчера посылка пришла. Даже бирочки еще на месте. Вот такой базовый, очень классный блейзер. Очень простой, черный, хорошего фасона. Здесь сразу заложен оверсайз. Он абсолютно прямой, очень стильно выглядит, сидит. Очень функциональная вещь, с которой можно составлять. И какие-то более строгие, сдержанные образы. И что-то праздничное. Даже будет классно балансировать всякие платьишки, например. И также добавлять, например, супер расслабленный образ, который я просто обожаю. Такие вещи всегда немного облагораживают, собирают. Я не знаю, почему у меня до сих пор не было именно черного варианта. У меня есть и цветные, и клетчатые. А вот самого очевидного и базового почему-то не было до сих пор. Качество у него, на мой взгляд, очень крутое оказалось. Советую присмотреться. Он очень плотный, тяжелый, добротный. Это смесь из козы с чем-то. И внутри шелковая подкладка. Это, конечно, мега приятно ощущается. Такой лакшери-нюанс в повседневных образах, который другим не заметен. Но при этом самому обладателю просто прекрасно. Так что вот так. Очень рада, что я его заказала. Удачнейший блейзер. Идеальный фасон для меня. Посадка, плотность, материал. И вот эта вот деталька шелковая, конечно. Такой тяжелый. Ух! И еще одна вещица тоже с сайта Lely Silk. Такая вот рубашка нереально красивого оттенка. В принципе, если вы меня давно осмотрите, вы, наверное, видели, что у меня достаточно много было разных изделий с этого сайта в разных оттенках. Вот могу точно сказать, что всевозможные оттенки голубого, зеленого на мой вкус им удаются просто больше всего. У них какие-то просто нереально красивые. Даже, например, если вспомнить то мое изумрудное платье с запахом или пижаму, которое я в прошлом году показывала. Кстати, видео было довольно интересное про всевозможные идеи подарков на Новый год. Если не видели, то рекомендую заглянуть. Очень уютненькая, красивая, как мне кажется. В этом году уже про подарки снимать не планирую. Но вот в прошлогоднее есть видео. Так и еще у меня рубашка. Мне безумно нравится, как она смотрится. Она очень простая, в ней нет ничего лишнего. Можно носить как второй слой, почему бы и нет. Можно комбинировать в самых разных образах. Опять же, играть на контрастах. Например, какие-то очень повседневные, простые образы. Делать чуть более роскошными, скажем так, за счет вот этой ткани дорогой. Я себе ее снова взяла на пару размеров больше. Это размер L. Я все размеры, как всегда, оставлю в инфобоксе. Там же будут ссылки, на что найду. На то, что давно заказывала или оффлайн покупала, оставлю ссылки на что-то подобное. В общем, все как обычно. Такая вот безумно красивая рубашка подкупает простой кровь в сочетании с этим цветом и материалом. Я, кстати, такие вещи никогда не ношу с чем-то вот слишком строгим, официальным. Я знаю, что многие вот такой вот гладкий, блестящий шелк предпочитают носить именно как раз в таких сочетаниях. Но мне, если честно, это не нравится. Так как не соответствует моему стилю, предпочтениям. Я такую ткань предпочитаю с чем-то контрастным. И жду, не дождусь уже теплого периода. Мне кажется, она наиболее круто будет смотреться. С какими-то более легкими вещами в весенних, осенних и особенно летних образах. Я прям так и вижу ее накинутой поверх какого-нибудь кроп-топа. И последняя вещь из этого же заказа. Вот такой вот лаконичный кашемировый шарф. Он вроде бы даже беспримесий, насколько помню, чистый кашемир. На ощупь очень нежный, легенький. Но вроде бы хорошо греет. Конечно, пока в нем не успела еще никуда сходить. Но при примерке было ощутимо. Мне очень нравится, что он такой оптимальный, удобный длины и размера. Не слишком большой, как вот, например, я показывала в видео с моими мастхевами. Тоже для Лили Силк шарф. Он был шерстяной, такой прям плотный, как одеяльца. И в то же время это не слишком маленький куцый шарфик, который и толком не греет, и как-то не смотрится. И это такая золотая середина, очень удобная. Плюс вот сам кашемир, он, по моим ощущениям, может быть, только в этом шарфе, конечно, менее объемный, так скажем. То есть вот такой кулечек сминается спокойно. Можно будет его при желании как-то легко утрамбовать под верхнюю одежду. Да, отдельного внимания, конечно, опять заслуживает оттенок. Там были разные цвета, но я вам уже рассказывала о своей любви к всяким сложным оттенкам, которые классно смотрятся и с чем-то базовым, и между собой. Если не видели, то советую заглянуть в видео по базовому гардеробе с изюмом. Я даже не помню, как я его назвала. Красивый припыленный оттенок розового. Красивый будет и как акцент, и как один из элементов с другими сложными цветами. Так, дальше уже пойдут всякие вещички, покупки за длительный период. Давайте, наверное, начнем с масс-маркета и пойду по восходящей. Если кому принципиально основая политика вещей, то можно будет остановиться. Вот такая вот классная косуха. Вот так вот она выглядит, очень-очень меня радует. Я долго искала свою идеальную косуху, покупала я ее вроде бы еще в самом конце лета или в начале осени. Она у меня уже успела засветиться в разных видеообразах, и у меня каждый раз спрашивают, откуда она, какой это размер. Просит дать ссылку, поэтому я решила немножко так поподробнее остановиться в видеопокупках на ней. Это на самом деле была какая-то лимитка в Заре, это натуральная кожа, удлиненный фасон, что достаточно редко у них бывает. И размерная сетка довольно-таки необычная была для Зары. Вот это, например, двойной размер SM. Второй вариант размера у них был, по-моему, LXL, и на этом все. В SM заложен уже такой приличный прям оверсайз. Ну как приличный, все в меру, мне кажется. Куртка довольно-таки качественная, классная, я очень ей довольна. Но кожа относительно нежная, мне кажется. Или просто я такой неаккуратный человек, что в принципе так и есть, конечно. Довольно легко появляются какие-то потертости, царапинки. Тяжелая, кстати, опять-таки. Что-то у меня сегодня все тяжелое. Так вот, купила я ее совершенно случайно, считай, повезло. Это было на распродаже с огромной скидкой. Без скидки она, кажется, стоила 15. Мне досталось тысяч за пять вроде. И это был самый последний экземпляр. Я на самом деле на нее уже давно заглядывалась, где-то с весны еще. И как раз, когда мы в Барселоне были, я думала, что я там ее и куплю. Может быть, подешевле. Мне почему-то так казалось, что там Зара должна быть подешевле вообще, весь Inditex. Но нет, в мае у них уже вообще ничего подобного не было. И я уже потом в конце вот лета в своем городе случайно на Сейле нашла вот один экземпляр. Очень рада. Думаю, что если кто хочет тоже именно удлиненный вариант, можно попытаться в мужском отделе примерить, например, S-очку или M-ку. Мне кажется, это должно сработать. Еще одна покупка из Зары тоже могли у меня видеть в недавних видео. И сразу покажу вот такой вариант тоже. Это была давняя покупка. Ну как давняя, в конце лета покупала. Из Нью-Йоркера. Тоже кроп-топ, тоже классно смотрится под что-то. Но хочу такое маленькое сравнение провести. Если вы выбираете, какой кроп-топ купить, я бы, наверное, посоветовала именно что-то вот такое. Это вариант более простой, более дешевый. Их можно сейчас найти, мне кажется, при желании рублей за 200. Материал что-то вроде трикотажа, просто как у футболочки. Но вот такие более простые топы. Они не настолько функциональны, как мне кажется, как что-то чуть более сложное. Я в прошлом видео на этом немного остановилась. Вы могли видеть, как такая вот вещь прекрасно работает, например, в праздничных образах. Из-за того, что у нее более сложный крой и есть блеск ткани. При этом для повседневных образов такой топ прекрасно уравновешивается. Любым блейзером, кардиганом, джинсами, брюками, чем захотите. Блеск очень деликатный, абсолютно не обязывающий. В общем, вот такого плана топы, мне кажется, удобнее в плане сочетаний. И чаще могут пригодиться. Что еще про этот кроп-топ сказать? Мне очень понравилось, как он сел. Я очень довольна осталась. Лямки регулируются. Все классно. На спинке есть удобная, широкая. Подобие резинки. Внутри он отделан сеточкой. Стоил вроде бы 1400-1300 рублей. Может быть сейчас, кстати, кто-нибудь его застанет за копейки на распродаже. Вот, если видите, советую примерить. Чуть не забыла, купила себе новые сережки. Кстати, на мне сейчас. Это Asos. Их серебряная линейка, но с каким-то золотистым напылением. Я упоминала не раз, что на повседневку люблю что-то такое очень маленькое, лаконичное, ненапряжное, легенькое, что можно даже не снимать в идеале. Поэтому, да, заказала вот этих вот малышей. На самом деле, это моносерьга. Точнее, в моем случае, две моносерьги. Продаются они поштучно. Там есть разные буковки. По моей задумке, подвески должны остаться на одной сережке. И вторая, просто чтобы она слишком уж не выбивалась. Была из такого же металла и такой же по форме. Но уже без подвески оставалась. Просто если взять какую-то совсем другую серегу, у них цвет металла будет отличаться, скорее всего. Asos довольно-таки желтушный. В общем, так было проще. Можно было на втором ухе оставить одну буковку. Мне захотелось две сразу налепить. Подвесить, да. Очень удобные, кстати, серьги. Вообще их не ощущаю. Но если говорить вот о серебряных украшениях с Asos в целом, именно их бренда, могу сказать, что качество так себе. Если там есть золотистое покрытие, то оно, ну, относительно быстро начинает стираться, темнеть. Серебро просто темнеет, но это ладно, это можно чистить. В напыление, да, оно стирается, когда постоянно носишь серебро с Asos. Могу в целом описать, как дешево, сердито, не больно качественно, но стильно зато. Далее у нас на очереди две вещицы из Uniqlo. Тоже уже относительно давно заказывала. Первый это вот такой классный джемпер. Красивого песочного оттенка. Классное приятное сочетание всяких полутонов. Это стопроцентная шерсть. И это их линейка 3D-вязка. Я раньше как-то ничего из этой серии не покупала, она вроде бы подороже, но могу сказать, что отличается от просто шерсти. По моим ощущениям, материал какой-то что-ли более мягкий, нежный по сравнению с обычной шерстью, привычной. Я бы даже, наверное, сказала, что вот по моим ощущениям это что-то ближе к кашемиру. Хотя понятно, что и кашемир, и шерсть тоже бывают разные. Но вот, по крайней мере, из того, что попадалось мне до сих пор. Короче, приятная мягенькая вещица. Вообще не колется. Греет прекрасно, естественно. Пока даже никаких карточков не появилось. Я очень довольна. Базовый, красивый, достаточно тонкий и комфортный джемпер. И вторая вещь это вот такое платье-худи. Тоже могли вы у меня увидеть его уже в образах. Я говорила, что это одна из самых часто носимых мной вещей. Очень красивая, стильная, комфортная. Я его тогда показывала в Total Black образе. Мне безумно нравится, как это смотрится. Но также и разбавляет чем-то. Супер. Просто хлопковое платье. Не слишком плотное, но и не тонкое совсем. Золотая середина. Мне очень такое нравится. Насколько вообще такие вещи простые. Настолько же они стильные. И что еще хотела сказать важное. К качеству никаких вопросов нет. Потому что у меня до этого было, точнее, тоже платье-худи черное. Максимально похожее вот визуально с шеи. Но оно было прям на 200% менее комфортное. Более того, оно оставляло на том, что снизу, например, на футболке какой-то черные морсинки, комочки. И, в общем, очень неэстетично это выглядело, если есть необходимость снять, например, верхний слой. А такие вещи я очень часто ношу именно как верхний слой, а не просто как платье. Наконец-то я заказала себе нормальные очки Black Friday. Это Ray-Ban. Очень качественные, красивые. К сожалению, вообще не помню, что за модель. И никаких опознавательных знаков тоже не вижу. Они мне по форме максимально напоминают мои очки для зрения Max & Co, которые вы постоянно можете видеть. Я очень люблю такую форму, она мне идет. Но вот эти более так громоздко смотрятся. Ну, учитывая, что это летние очки, и у них оправа шире, то позволительно. Мне очень нравится их цвет между черными и коричневыми солнцезащитными очками. Я всегда выберу второй вариант. И также между сплошными цветными линзами и вот такими градиентными. Опять же-таки выберу всегда второй вариант. Мне почему-то на себе так больше нравится. Купала я их на Farfetch с 30% скидкой, достаточно выгодно достались. Приехали ко мне из Италии. Размеры, это кажется, 50. Обратите внимание, что у Ray-Ban размеры имеют принципиальное значение. Причем в зависимости от модели они могут немного отличаться. Мне вот у мужа, например, классические VFR 55 размера. И с меня они просто сползают. То есть я их не могу даже надеть. 50 на меня идеально даже можно. 49, наверное. Вообще лайфхак. Можно прийти в оптику, померить там разные размеры, разные модели. Потом спокойненько себе заказать с какого-нибудь сайта иностранного со скидкой. Два прелестных свитшота одного из моих любимых уже, наверное, брендов. Я не раз говорила, что очень люблю у этой марки, например, белье, купальники просто идеальные для меня. Опять же, вот свитшоты, футболки, сумка у меня любимая от них. Короче, да, нравится. Первый вот такой вот. Это тоже было в черную пятницу. Вообще бирки не срезала даже. Вот этот вот, как видите, с Farfetch пришел. Это мужской вариант, очень классно смотрятся. Я вообще просто обожаю белые худи, свитшоты. На мой взгляд, суперстильное решение, хоть и не самое практичное. Лаконичный брендинг, очень крутая посадка оверсайз. И вообще органический хлопок. Все прекрасно. Люблю. И второй свитшот уже из женского дела. Заказывала на Asos, тоже с хорошей скидкой. Мне безумно понравился оттенок. Я даже, честно говоря, не ожидала, что он настолько классный будет, потому что я уверена, что и на видео он будет выглядеть чуть более ядовитым. И вот на сайте он выглядел каким-то попроще. А так это прям красивая-красивая приглушенная фисташка. Просто супер. Тоже хлопки, естественно. Свитшоты аккуратные. Это моя личная, комфортная, удобная база. Но хотя худи я люблю больше, все-таки с капюшоном. Но, к сожалению, Калвин Кляйн почему-то очень редко делает именно худи, чтобы капюшон был. У них как-то больше свитшоты. Что ты выбираешь в Калвин Кляйн? Вот, качество у них суперское, могу сказать. И купальники, да, если не пробовали, обратите внимание. И мы приближаемся к самому любимому из покупок. Первое, это вот такие крутые ботинки Кинзо. Тоже моя абсолютная база уже на протяжении многих лет. Я имею в виду сам такой тип обуви. Ну и, в принципе, так как я уже знаю, что я это люблю, ношу, это вообще неотъявливая часть моего стиля. Мне не жалко было, скажем так, потратиться на них чуть больше. Изначально я вообще думала купить Мартинса, такие классические прям. Но потом увидела вот эти вот случайно. Плюс мне кажется, что они все-таки помягче Мартинсов, покомфортнее. И форма у них мне нравится чуть больше. Плюс нравятся очень детали вот эти, на которые я клюнула. Это очень классные выбитые такие глазики. Интересная такая деликатная деталь, которая сильно в глаза не бросается. Но вот она есть и очень радует. Опять же, это необычная шнуровка с брендингом. Да, мне нравится, ничего не могу поделать. А есть люди, которые любят всякие логотипы бренда. Есть, которые не любят. Ну и люблю, вот я, да. Но я стараюсь дозировать. Так, шнурочки очень интересные. Они длинные и обвязываются несколько раз вокруг щиколотки. Прикольно смотрится. Что мне особенно нравится, всю эту историю не надо каждый раз расшнуровывать. Потому что есть очень удобный замочек сзади. Все очень комфортно и максимально удобно. Вообще мне вот эта модель у них напоминает какой-то гибрид из классических Мартинсов. И немножко Прады, наверное. Вот так, особенно если сзади смотришь. Даже вот этот вот логотипчик и массивная подошва. В общем, что-то такое. Не дождалась я, кстати, черные пятницы. Купила их раньше значительно. Просто везде вот эта модель начала резко исчезать. Именно в моем размере оставались только большие. Но в итоге пока на Farfetch они были, я решила купить. Справка была из Польши, кстати. Они есть еще в белом цвете. По-моему, на белый цвет такого ажиотажа не было. Насколько вот я отслеживала. Хотя именно белые такие ботинки, как вы знаете, сейчас очень горячий тренд. Тоже классные. Но я, например, когда выбираю что-то более дорогое и на года, скажем так, я всегда становлю свое выборное чем-то более практичным, функциональным и классическим, так скажем. Поэтому я белые даже не рассматривала вот именно у Kinzo. Но они красивые, конечно, тоже. Я оставлю ссылку и на те, и на другие, если найду. И также, насколько помню, у них еще есть эта же модель без вот этих глазков, глазиков. В общем, вот этой вот модели у них есть разновидности. Но именно вот эту почему-то раскупали быстрее всего. Что еще могу сказать? Для меня удобные очень оказались, но это все очень индивидуальный момент. Поэтому я, конечно, так не могу советовать или не советовать что-то. Могу что-то прокомментировать и править на свои субъективные ощущения. И также, если кому понравится, хочу предупредить, что довольно-таки они массивные. Мне кажется, что на видео они смотрятся менее массивно, чем они есть на самом деле. Если вы очень маленькая, худенькая, то на вас они будут смотреться достаточно гипертрофированно. Если вам такой эффект немножко too much не нравится, то я бы их не рассматривала. И жемчужина сегодняшнего видео. И топовый топ моих покупок за это длительное время. Это очень долгожданная, желанная и прекрасная сумка. Хотела красиво это открыть. Вот. Это Gucci da Yonisos, размер small. Я на самом деле долго выбирала. Было несколько претендентов, брендов, моделей. Если интересно, то дайте мне знать, я сделаю пост в Instagram, если вдруг кому актуально. И просто интересно послушать какие-то мои размышления, ход мыслей, какую же выбрать. Но в итоге это именно то, на чем я остановилась. Самый универсальный для себя вариант, чтобы можно было в максимальном количестве сочетаний ситуации ее использовать. Но при этом, чтобы она была очень моя, так скажем, с тем, что я люблю. Радовала эстетически, если так можно сказать. Поэтому она не совсем прям такая простая, лаконичная. Здесь есть узнаваемый интересный декор, который выглядит просто как произведение искусства вблизи. Здесь есть вполне себе, как я считаю, ненавязчивое, приятное глазу лого, как я это и люблю. В принципе, кто помнит, у меня рюкзак Kinzo в видеопокупках тоже весной еще показывала. Тоже по такому же принципу выбирала. Ну и, естественно, функциональность, чтобы вещь максимально часто носилась, ко всему подходила. Здесь идеальный для меня размер. Она не слишком большая, не слишком маленькая. При этом очень вместительная. Далее, оптимальная для моего роста, для моего вкуса, для моих предпочтений длина ручки. Она достаточно короткая. Причем даже если ее вот так вот сделать подлиннее, она все равно не болтается у меня где-то там слишком низко, как это в 99% случаев бывает с сумками. Это вот тот редкий случай для меня, когда длина оптимальная просто. И бонусом я своей комплекцией могу ее носить кроссбади при желании. Тем более, что я люблю, когда кроссбади вариант тоже достаточно короткий. При этом многие ее в обзорах ругают именно за отсутствие вот этой вот функции. То, что они, например, не могут ее через себя продеть, себя через нее, вообще не могут ее использовать в кроссбаре. Пора спать. Цвет отдельная история, которая меня безумно радует, которая меня очень подкупил. Это что-то среднее между серым, бежевым, коричневым. Эту сумку я в своем гардеробе могу представить практически совсем. В разных сезонах, в разных сочетаниях. Причем я думала, что она не очень хорошо впишется в какие-то более расслабленные образы, совсем уж расслабленные. Например, большие джинсы, кроссовки и просто свитшот. А ничего подобного, прекрасно тоже смотрится, мне очень понравилось. Как раз-таки подсобирает так все, при этом не выбивается, не смотрится слишком официально, классически, строго. Моим ощущением цветы монограммы играют не последнюю роль в этом. Из особенностей, даже, может быть, недостатков для кого-то. Это, во-первых, вес, она достаточно тяжелая. Вот даже сейчас в ней ничего нет, но при этом она реально тяжелая. А не потому, что у меня сегодня все тяжелое и нет. Правда, увесистое, добротное изделие. Даже вот эти вот все детали. Сепочка такая внушительная. Второй момент, это вот эти замшевые вставки, замшевая подкладка. Это, конечно, не самый практичный вариант. Я понимаю, что дождь, снег и есть риск, конечно, получить разводы. При этом производитель ее сам не советует обрабатывать ничем водоотталкивающим, потому что тогда на нее не будет распространяться гарантия, насколько я поняла. И третий не очень удобный момент, это ручки. Вот эти идеально отполированные, гладкие, супер качественные. Но они очень часто соскальзывают, съезжают. В общем-то, зависит, конечно, от конкретной верхней одежды. Но иногда вот есть такая проблема. В целом, я, естественно, очень довольна, рада. Очень давно хотела что-то вот такое дорого-богато. Купала ее, кстати, на сайте ЦУМа. Ну и раз уж у нас сегодня вообще многовато бла-бла всякого. Еще об этом немножко упомяну. Когда она ко мне только пришла, я пару дней не снимала вот эту вот защитную бирочку, после снятия которой сумку уже нельзя вернуть. Это как сертификат подлинности, что ли, что-то такое. Вот почему я так засомневалась. Мне сумка пришла без фирменной коробки Gucci. В принципе, когда мы с вами платим за брендовые вещи, за бренд, мы в том числе платим за всю эту приятную мишуру, за удовольствие от упаковок вот этих всех в том числе. Я не говорю, что это главное. Особенно, например, как в моем случае, когда люксовые покупки редкие, долгожданные. Но даже не в этом суть. Пришла мне сумка без фирменной коробки, вот в такой коробке ЦУМа. Стандартный вот это их, там еще пакетик сжал. Я почему-то этот факт немного смутил, и я полезла в гугл. И там наткнулась на всякие разные, знаете ли, отзывы, истории о ЦУМе. Всякие слухи гуляют, опровергаются, не опровергаются. Ну, в общем, вы поняли, наверное, какие. Я, начитавшись всякого разного, начала очень так придирчиво, с пристрастием изучать эту сумку, искать всевозможные иностранные отзывы подробные, где там каждый клочок этой сумки рассматривали, сравнивали с фейковыми вариантами, показывали на что, обратите внимание, все такое прочее. В общем, кучу всего пересмотрела, досконально изучила. По другим сумкам бы очень ничего не могу сказать, но вот именно про Dayonisos, мне кажется, я бы могла уже видео снять. Сравнение с фейками подороже, подешевле. Кстати, была у меня такая мысль, но в итоге посмотрела, сколько стоит дорогая поделка. Мне просто жалко стало на вот это вот тратить 25 штук. Ну, суть в том, что есть много всяких мелочей, деталек, по которым можно определить, поделка это или нет. Вот насчет своей я уверена, что это оригинал. Никаких сомнений у меня не осталось. Там очень много всяких маленьких и больших признаков, вплоть до направления швов, например, и формы вот этого хвостика. Каких-то отличительных черт вот на этих вот всех деталях. Я даже залезла телефоном вот сюда вот внутрь, проверить, есть ли там гравировка бренда на внутренней части замочка. Внутри стандартно лежали вот такие вот документы в кармашке, но, как я поняла, это не всегда показатель. В общем, да, самое-то главное, что сомнений у меня не осталось. В итоге, почему коробка такая? Там на сайте при заказе есть такой пункт, что-то вроде подарочная упаковка. Я тут галочку не убрала, как-то просто не придала значения. А в итоге, как я поняла, там оригинальная упаковка меняется вот на эту вот типа подарочную цумовскую. Такое себе, честно говоря. Вообще, конечно, брендовые вещи, даже не такие дорогие, что-то попроще, вроде Kinzo, например. Я, конечно, предпочитаю заказывать на иностранных сайтах, но дело в том, что все мы знаем о лимитах, и сильно переплачивать тоже не хочется. Так-то, конечно, наверное, на Farfetch есть, можно было заказать, но мне вот этот лимит просто даже в возможности не хочется платить из принципа. Я, честно говоря, знаю ситуацию, знаю, кто это инициировал, как это вообще все произошло и дальше происходит, ужесточается. Как-то на грустной ноте завершила, ну да ладно. На сегодня у меня было все, надеюсь, вам было интересно. Сегодня более такое болтологическое видео получилось, но я точно знаю, что некоторым нравится. Так что пусть будет такое иногда. Хорошего вам предпраздничного настроения и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok